доброе утро коллеги доброе утро коллеги приветствуем вас на вебинаре института корпоративных технологий тема у нас сегодня актуальная вот хочется отметить что выходит периодически новое разное законодательство и у нас исключительно научно практически вебинар вот мы никого не призываем уезжать но точно знаем что для российского бизнеса и для наших клиентов которые уже создали себе компании в объемных арабских эмиратах они им помогают достаточно эффективно вести бизнес в россии вот и иметь надежные цепочки поставок уже используя компанию в объемных арабских эмиратах но части клиентов часть клиентов использует компания обменных арабских эмиратах а также для других бизнесов так мы сейчас представимся добрый день уважаемые коллеги меня зовут эдуард степанян я являюсь руководителем проекта открытия бизнеса в объединенных арабских эмиратах а также старшим юристом отдела стратегических международных проектов акционерного общества институт корпоративных технологий сейчас я представлю еще сергея зеного сергей зенов это начальник отдела стратегических международных проектов акционерного общества институт корпоративных технологий практикующий корпоративный юрист со скажем работы в международных компаниях и имеющий достаточно богатый опыт в разных процедурах в том числе правого аудита в рамках разных сделок по приобретению активов и так далее и так далее сергея добавишь да я добавлю по поводу нашей компании институт корпоративных технологий и почему собственно постараюсь обозначить почему наша компания может являться для вас надежным партнером для работы в объединенных арабских эмиратах в чем наше преимущество в целом у нас огромный опыт работы в корпоративном праве в россии большое количество клиентов и ключевое отличие от тех коллег которые представлены на рынке объемных арабских эмират то что мы являемся действительно по-настоящему юридической фирмой вот безусловно в объемных арабских эмиратах есть другие юридические фирмы но чаще скорее всего вы столкнетесь с так называемым корпус сервис провайдера это в лучшем случае вот но созданием бизнеса в эмиратах сейчас занимаются но практически турагентство поэтому обращайте пожалуйста внимание на ваших партнеров и конечно же мы рекомендуем работать именно с юристами с юридическими фирмами мы в целом помимо россии у нас большая практика с партнерами было на и прям вот и в других офшорных юрисдикциях в том числе в америке в делове деловере вот и мы как юристы прошли достаточно много сложных кейсов с нашими клиентами у нас были и сложные реорганизации и корпоративные конфликты и суды вот и мы очень хорошо понимаем систему корпоративного управления чем она регулируется и целом вот это понимание дает нам возможность также на очень высоком уровне работать объединенных арабских эмиратах потому что в целом система корпоративного управления во всем мире строится на модельных законах о компаниях которые в своей концептуальной сути по большому счету не сильно отличаются то есть закон о компаниях в россии и закон о компаниях объединенных арабских эмиратах принципиальные какие-то моменты связаны с корпоративным с корпоративным управлением с уровнями корпоративного управления они в общем-то похожи особенно конечно закон о компаниях кипра и закон о компаниях объединенных арабских эмират они во многом идентичны также стоит отметить за счет того что мы при том что мы являемся юридической фирмой мы в плане ценообразования достаточно конкурентоспособны я пожалуй такой яркий пример приведу с покупкой sim карт то есть вы можете идти и где-то в переходе купить сим-карту не зная какой там тариф установлен на ней сколько там минут и вообще на вас она оформлена вот пользоваться и там общем-то ей но в определенный момент у вас либо закончится средство либо ее заблокируют его что-то еще случится вот а мы больше как офис которые вам прежде чем оформить по аналогии сим-карту да вот мы вам объясним что будет за тариф как им управлять где личный кабинет и так далее и при этом цена наших услуг не отличается от цены услуг регистраторов и тех кто продает по сути модельные компании вот и мы конечно сталкиваемся в целом в объемных арабских эмиратах сейчас туда в общем-то пошел большой поток бизнесменов и многие оказались не готовы к этому и консультационной сфере конечно же не так много реально юристов специалистов которые понимают корпоративном управлении вот и мы даже сталкиваемся с такими убеждениями что там нельзя менять устав вот ну абсолютно какими-то не имеющими под собой никакой сути вот поэтому я надеюсь презентовал давайте перейдем к основной программе у нас я прошу прощения у нас основная программа состоит там из достаточно большого количества вопросов порядка 17 вот мы их объединим в некоторые блоки вот пройдемся по этим блоком и в конце мы значит ответим на часть вопросов на которые успеем если нам будет позволять время вот если нет то мы на эти вопросы ответим потом письменном виде поэтому оставляйте свои контакты и самое главное в конце у нас будет промо код и супер акция значит на открытие компании в объемных арабских эмиратах лучшая цена на рынке оставайтесь слушайте возможно мы в середине даже где-то еще обозначим эту промо акцию смысл такой что можно создать мы даем предложение по созданию компании для одного учредителя с возможностью получить вид на жительство на три года вот так же может быть акция по этому промо коду на два на три учредителя но еще раз повторюсь это акция будет действовать две недели это будет лучшая цена на рынке для создания компании в объемных арабских эмират надеюсь заинтересовал да коллеги перед тем как начать двигаться по программе вебинара хотелось бы понять нас хорошо слышно или видно пожалуйста поставьте в часик в чатик плюсики чтобы мы видели что у нас слышно и видно достаточно хорошо да вот нас видно и слышно спасибо коллеги за активность переходим тогда теме коллеги так какие же преимущества введения бизнеса в объединенных арабских эмиратах такая выгода собственно говоря отведение именно этого было бизнеса в эмиратах российскому бизнесу российским бизнесменом и как максимально просто начать вести бизнес кто вообще может быть учредителем компании в объединенных арабских эмиратах хочу обратить ваше внимание что веноны евро Эмираты являются международным центром бизнеса на Ближнем Востоке. Международные валютные резервы Эмират по состоянию на 2022 год составляют порядка 120 миллиардов долларов. Уровень инфляции за год составил около 6,7%. Размер учетной ставки ЦБ в Эмиратах составил 3,9%. Рост экономики всего за 3 месяца, коллеги, с января по март составил более 27%. То есть, вдумайтесь в цифры, всего за 3 месяца рост экономики 27%. При этом уровень безработицы составляет всего 3,9%. Коллеги, существует также у нас позиция следующая. Важно отметить вообще в целом, что российский бизнес сейчас достаточно испытывает серьезное санкционное давление в свете всех этих политических, конечно, событий. Со стороны недружественных стран. И список этих недружественных стран по отношению к России обозначен в распоряжении правительства от 5 марта 2022 года, в котором указано 62 страны, которые официально на сегодняшний день носят статус недружественные. Объединенные Арабские Эмираты не входят в этот список. Эмираты можно скорее отнести к странам с нейтральным статусом, которые проводят по отношению к русскому бизнесу сдержанную, умеренную политику. Следовательно, мы можем полагать, что Эмираты достаточно нейтрально относятся к нам, но при этом, коллеги, также важно понимать, что Объединенные Арабские Эмираты являются центром бизнеса, серьезным центром бизнеса на Ближнем Востоке в странах Персидского залива. И волей-неволей эта юрисдикция зависит от мнения Соединенных Штатов Америки, в том числе в части усиления давлений на российский бизнес, в части санкционных мер. В теории, конечно, Эмираты могут усилить, но на практике мы видим, что в отдельных случаях периодически это усиление происходит. Но, по счастью, у Объединенных Арабских Эмират есть ближайший союзник, это Саудовская Аравия. Саудовская Аравия и Эмираты являются странами-соседями Ближнего Востока и Персидского залива, имеют обширные политические связи и культурные связи. Эти страны являются близкими союзниками и у них заключено достаточно большое количество, около 30 соглашений, протоколов и актов, меморандумов и конвенций. Из примеров могу привести генеральное соглашение между правительством, меморандумом между... Меморандумом взаимодействия, сотрудничестве в области налогового администрирования, соглашение о консультации, двухсторонней консультации между министерствами и так далее. То есть у нас еще большое количество, около 30. Ввиду того, что Саудовская Аравия по отношению к России также носит достаточно деловые, дружественные и теплые взаимоотношения, мы можем сделать вывод, что Эмираты скорее можно отнести к странам с нейтральным статусом по отношению к России и которые проводят по отношению к бизнесу российскому все-таки умеренную политику. Мы можем полагать, что в ближайшем времени Объединенные Арабские Эмираты будут продолжать придерживаться этой политики по отношению к русскоговорящему бизнесу. И, следовательно, никаких проблем в Эмиратах для русского бизнеса на сегодняшний день не возникает. Комплайнсы проводятся достаточно умеренно, сдержанно. Да, безусловно, есть определенные нюансы и тонкости, о которых мы уведомляем всегда наших клиентов и сопровождаем их во всей процедуре. Но, в целом, никаких особых проблем для бизнеса, открытия бизнеса, русскоговорящего бизнеса в Эмиратах на сегодняшний день нет. Вот мы можем видеть, как на слайде преобразились Объединенные Арабские Эмираты за 30 лет. Достаточно большая динамика, в том числе, и экономическая очень развита. Я как раз могу добавить, что, собственно, почему у нас есть оптимизм в понимании того, что российский бизнес будет продолжать работать в Объединенных Арабских Эмиратах, потому что базово той разницы и того экономического развития, которое смогли сделать Арабские Эмираты, она обусловлена тем, что очень много базовых законов было принято в 70-х, 80-х годах, 90-х, которые были нацелены и сделали в целом систему экономическую Объединенных Арабских Эмират нацеленную на привлечение иностранных инвестиций. И очень большой пласт экономики, им как раз удалось диверсифицировать свою экономику с сырьевой, то есть с продажей нефти и газа, и диверсифицировать ее на другие сферы бизнеса, которые получили развитие как раз благодаря тому, что пришли международные бизнесмены. Поэтому Объединенные Арабские Эмираты достаточно серьезно устроены изнутри для того, чтобы принимать иностранный бизнес и давать ему возможность работать в стране. Да, и стоит отметить, что в 2022 году, в первом квартале 2022 года, Объединенные Арабские Эмираты привлекли более 650 компаний, и число организаций увеличилось на 13% относительно показателей 2021 года. Вот на слайде вы сейчас видите, что релокацию бизнеса из представительств Российской Федерации в Объединенные Арабские Эмираты, в том числе путем перевода своих сотрудников, по состоянию на конец ноября произвели достаточно крупные компании. Вот вы можете видеть на слайде такие компании, как Google, Альварес Маршалл, Ротшильд, Керни и так далее. То есть это достаточно крупные флагманы в своих секторах. Ну, соответственно, мы можем полагать, что Объединенные Арабские Эмираты на данный момент являются для этих компаний наилучшей юрисдикцией для перевода и релокации бизнеса. Дальше, коллеги, дальше мы поговорим об учредителях компаний. Так кто же может быть учредителем компании? Учредителем компании могут быть физические лица старше 18 лет, в отдельных фризонах эти лица могут быть от 25 лет по возрасту, а также юридические лица граждан Российской Федерации без каких-либо ограничений от органов власти. Эти граждане могут быть в том числе и директорами компании, генеральными менеджерами компании. Что же касается наличия или обязательного или рекомендованного наличия местного учредителя. Вы знаете, коллеги, решение о наличии местного учредителя или номинального директора актуально принимать только в том случае, если необходимо скрыть всех бенефициарных владельцев компании. Ну, чтобы выданные лицензии, не было указаний на конкретное лицо. Если такая услуга нужна, наша компания, Институт корпоративных технологий, также оказывает эту услугу и мы можем открывать компании со скрытыми бенефициарными владельцами. Так, мы идем дальше. На что стоит обратить особое внимание при начале процедуры регистрации компании? Местный учредитель. В каких случаях он нужен, в каких не нужен? Коллеги, особое внимание стоит уделить правильному подбору лицензии. На сегодняшний день в Объединенных Арабских Эмиратах насчитывается 7 Эмират и около 45 фри зон. Вот они сейчас все на вашем слайде. Это Дубай, Рассальхайма, Аджман, Абу-Даби, Иль-Фуджейра, Раджа, Ум и Кейвайт. В совокупности эти зоны, они находятся практически рядом, но каждая из них имеет свое внутреннее регулирование по отношению к бизнесу. Важно также отметить, что в Объединенных Арабских Эмиратах существует достаточно большое количество лицензий. Они делятся на торговые, профессиональные, которые в свою очередь бывают регулируемые и нерегулируемые. Некоторые типы регулируемых лицензий должны соответствовать определенным критериям. Ну вот, например, таким как минимальный уставной капитал, либо эти критерии должны распространяться только на бизнес за пределами страны. Обязательно наличие реального офисного помещения. Некоторые могут быть использованы только в качестве филиала компании, либо франчайзинговой, франшизы. Где-то необходимо обязательное наличие торговых и складских помещений, а где-то генеральный директор или акционер компании должен быть гражданином Объединенных Арабских Эмиратов. В разных зонах существует на самом деле более двух тысяч видов лицензий. И важно понимать, и мы сейчас на практике в наших хейсах действительно часто сталкиваемся с тем, что к нам приходят клиенты, у которых уже открыты компании, но выбран неправильный тип лицензии, вид лицензии. И в таком случае, вы знаете, коллеги, зачастую с точки зрения экономической, с точки зрения финансов, конечно, проще ликвидировать компанию и провести всю процедуру заново, нежели переделывать все лицензии. Также, коллеги, обращаю ваше внимание, что мы являемся авторизированными, сертифицированными партнерами двух свободноэкономических зон. Это фри-зона ИВСА и фри-зона РАС-Аль-Хайма, РАКЕС. Соответственно, у нас есть определенные кейсы, успешные кейсы в этих фри-зонах. Коллеги, по поводу лицензии. Если мы говорим о лицензии и о дополнительных видах деятельности к лицензии, то государственная пошлина за каждый дополнительный вид лицензии составляет около 1 тысячи дирхам. То есть это где-то в перерасчете на рублей 16 400 рублей. То есть к одной основной лицензии идет, в нее входит, в эту стоимость этой лицензии входят два дополнительных вида деятельности, а со второго и дальше уже каждый дополнительный стоит 1 тысячу дирхам. Вы знаете, коллеги, нет какого-то четкого ограничения по количеству дополнительных видов деятельности, но мы из практики рекомендуем все-таки остановиться в диапазоне семи дополнительных видов деятельности, чтобы при дальнейшем открытии расчетного счета, при комплайнс-банке дальше, Банк Эмиратов очень так щепетильно относится и очень требовательно и серьезно проводит проверку по отношению к компаниям, которые открывают там расчетные счета. Поэтому рекомендуем остановиться около... Я могу добавить. Да-да, около семи видов, не более. Да, у нас сегодня вебинар, у нас такой будет соотношение общей информации, которая, может быть, не всем известна, и очень такой точной, практичной информации, которой может поделиться только, в общем-то, юрист или партнеры, которые непосредственно в Объединенных Арабских Эмиратах работают, проходили эти процедуры. Вот хочется отметить по поводу лицензий. Это ключевое отличие при зоне от Мейнленда, мы дальше об этом поговорим подробнее. Дополнительные виды деятельности возможно добавлять исключительно во при зоне. И это, собственно, является достаточно существенным преимуществом. И, как правильно Эдуард заметил, лучше этим не злоупотреблять, поскольку банки, они должны проверить реальность ведения вами бизнеса, должны понимать вашу бизнес-модель. И если у вас слишком много видов деятельности, то это их однозначно насторожит. И еще хотелось бы добавить, что пока у нас мы являемся партнерами двух фризон, но я думаю, что мы динамично будем расширять этот список. И все основные зоны, которые дают наибольшие преимущества для ведения бизнеса, у нас будут с ними партнерские отношения. Поэтому мы, по сути, будем официальными представителями в России. Безусловно, это не эксклюзивное представительство, но в отличие от, опять же, тех же компаний, которые предлагают, так скажем, под ключ быстро, недорого создать компанию, эта работа с нами будет иметь существенные отличия, потому что напрямую от фризоны можно будет получить максимально актуальную информацию и максимально актуальные предложения. И еще с точки зрения практики, вот хотелось бы добавить по поводу оформления документов, обращаю внимание, что Объединенные Арабские Эмираты не являются участниками конвенции об апостеле. Это значит, что легализация этих документов для предоставления в официальные органы, она отличается от тех стран-участников, которые являются членами этой конвенции. Она происходит следующим образом. Делается в России сначала нотариальное заверение перевод, и в посольстве Объединенных Арабских Эмират в России происходит заверение. И некоторые документы потом нужно еще и предоставить в Министерстве иностранных дел, уже непосредственно в самих Объединенных Арабских Эмиратах. Вот таких несколько практичных советов передаю дальше. Да, и в том числе хотел бы добавить к Сергею то, что сказал. У нас также разработана уникальная памятка по легализации этих документов, которую мы представляем нашим коллегам, нашим партнерам, с которыми уже работаем, для максимального удобства и четкости прохождения процедуры и легализации документов. Теперь, коллеги, вот сейчас на нашем слайде можно увидеть слева вот так выглядит лицензия компании, которая зарегистрирована в Mainland, то есть внутри материка. Справа мы можем видеть пример лицензии компании, которая зарегистрирована в FreeZone и в САНД. То есть вот примерно так это выглядит. Эти документы находятся в электронном виде, но при этом их можно также и распечатать, и хранить, вести учет вместе с остальными документами, о которых, кстати, про учет мы поговорим дальше. Коллеги, теперь что касается местных учредителей. Стоит обратить внимание, что вот по ключевым отличиям Mainland и выбора зоны для ведения бизнеса. Вот смотрите, FreeZone компания и Mainland компания могут работать на любой территории страны. Запретов на это не существует. Коллеги, разница заключается только лишь в налогообложении. Вот давайте на примере. К примеру, в Mainland компания, осуществляющая торговые операции за пределами Эмират, облагается налогом 5%. При этом сделки за пределами Эмират во FreeZone налогами не облагаются. Компания же из FreeZone может вести коммерческую деятельность и за пределами Эмират, и внутри Mainland. Во втором случае необходим местный торговый агент и дополнительная лицензия. Иных запретов на работу компании из FreeZone как с внешними, так и внутренними партнерами не существует. Двигаемся дальше. В целом готовятся изменения, о них пишут в интернете. Мы сегодня отдельно блог по поводу налогообложения у нас будет, я буду освещать этот вопрос. В целом на сегодняшний день, если вот совсем упростить, то если вы работаете внутри страны, то они ввели налог НДС, вот, необходимо платить. Если вы работаете не в Объединенных Арабских Эмиратах, то налога корпоративного, то есть на доход компании сейчас нет. После Нового года будут изменения, мы о них будем очень осторожно говорить. В целом уже есть некоторые документы официально выпускаемые, но непосредственно закона еще, которые устанавливают этот налог, его еще нет, его ожидают в Венглоте в конце января. Да, коллеги, резюмируя блок по выбору лицензии, убедительно просим вас очень тщательно подходить к выбору специалистов, которые вам помогут подобрать правильный, оптимальный вид и тип лицензии, необходимый именно под вашу специфику деятельности. Это очень важно, потому что зачастую неправильный подбор лицензии может грозить очень серьезными последствиями. И чтобы этого избежать, я рекомендую вам обращаться только к тем профессионалам, которые смогут действительно безошибочно сделать выбор именно нужный вам. Сейчас буквально тезисно скажу по поводу необходимости наличия местного учредителя. Так вот, любая компания, зарегистрированная на внутренней территории Эмират за пределами Фризон, то есть местная компания, деятельность которой подпадает под некоторые коммерческие или промышленные лицензии, может принадлежать иностранным инвесторам не более чем на 49%. При этом оставшиеся 51% коллегии акций должен принадлежать местным гражданам Эмирата, либо компания полностью на 100% принадлежащих гражданам Эмирата. При этом прибыль может не разделяться пропорционально. Сергей, в этом плане добавите что-нибудь? Или пойдем дальше? Ну, на самом деле, изменения произошли достаточно недавно и, как вы видите, достаточно ограничены перечень услуг, которые требуют местного учредителя. Это значит, что, скорее всего, для большинства наших клиентов, мы, по крайней мере, еще пока не сталкивались с этим ограничением, есть возможность открыть компанию, полностью принадлежащую гражданам России и управляемую, то есть единоличный исполнительный орган тоже будет являться гражданином России. Да. Коллеги, переходим к следующему блоку. Получение вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Как получить ВНЖ при минимальных финансовых положениях? Какие вообще, в принципе, преимущества и преференции появляются у учредителей компании и членов семьи, и какие появляются социальные гарантии. Учредители компании могут претендовать на получение вида на жительство от трех лет не только для себя, но и для членов своей семьи. При этом все члены семьи, в том числе, как и учредители, вне зависимости от количества учредителей в компании, могут претендовать на такие преференции и льготы и пользоваться социальными гарантиями такими-то. Медицинские услуги, система здравоохранения, социальное страхование. Также можно отдавать детей в местные школы, учиться в университете, получать водительское удостоверение, сдавать, арендовать недвижимость, в том числе и коммерческую. Пользоваться услугами банковской сферы с возможностью кредитования, с возможностью внесения депозитов. Ну, это, я думаю, сейчас такая очень актуальная тема на сегодняшний день, получение вида на жительство. Какие существуют альтернативные варианты получения вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах? Коллеги, на самом деле, вот мы сейчас видим на слайде, как выглядит документ, подтверждающий вид на жительство, да, карточка Emirates ID. Так вот, альтернативным вариантом получения ВНЖ в Эмиратах является инвестиция в недвижимость Объединенных Арабских Эмират. Сумма варьируется от 200 тысяч долларов. Либо внесение достаточно большого банковского депозита, сумма которого определяется абсолютно индивидуально в каждом отдельном случае и зависит от успешного, либо неуспешного прохождения Compliance Bank. Коллеги, вот в совокупности мы можем сделать следующий вывод, что получение вида на жительство через регистрацию компании является самым оптимальным, самым оптимальным выбором, самым оптимальным вариантом с точки зрения и финансовой, и с точки зрения, конечно, социальной гарантии, потому что при инвестициях в недвижимость тот гражданин, который инвестирует в недвижимость, получает ВНЖ только для себя, в варианте регистрации компаний можно также оформить вид на жительство для членов своей семьи. То есть в совокупности мы можем сделать вывод, что регистрация компании является наиболее оптимальным выбором для получения вида на жительство. Да, я, если чтобы было сравнение в затратах финансовых, то в целом открыть компанию и получить вид на жительство можно, ну так, в среднем до 20 тысяч дирхам, ну даже по нижней планке до 20 тысяч дирхам. Возможны дополнительные расходы, если вы будете вести деятельность на территории Объединенных Арабских Эмират, и если вы будете открывать банковский счет, то может быть чуть дороже, но в целом 20 тысяч дирхам и 200 тысяч долларов, да, на покупку недвижимости от 200 тысяч долларов, да, это на самом деле существенная разница. Вот. И безусловно, как раз мы сегодня вот в конце, как обещали, дадим предложение по созданию компании, которая даст вам право получить вид на жительство, и для учредителей право предоставляется, значит, и вид на жительство до трех лет, ну вот, соответственно, основанием будет являться то, что вы являетесь инвестором, учредителем компании, и если вы будете продлевать лицензию, и компания будет существовать три года, то все у вас есть право. Потом есть право продлить на следующие три года. Значит, по поводу преимуществ ведения бизнеса в Объединенных Арабских Эмират через призму компании, то есть, безусловно, компания создана в Арабских Эмиратах, является налоговым резидентом. Какие преимущества есть? Значит, это является, по сути, на самом деле, преимуществом то, что данные об учредителях и участниках, да, там, акционерах, они не публикуются в открытом доступе. Также есть преимущество большое, безусловно, связанное с налогообложением. Вот, если раньше в Объединенных Арабских Эмиратах можно было, в общем-то, считать обшорной зоной, то сейчас происходит небольшая трансформация законодательства, но по-прежнему, по сравнению с другими юрисдикциями, с Россией, с европейскими юрисдикциями, налогообложение крайне-крайне выгодное. Также есть разного рода льготные ставки, связанные в первую очередь с как раз с разными корпоративными процедурами, которые связаны с инвестированием капитала, с репатриацией капитала обратно. Вот, и практически все эти операции не облагаются налогами. Безусловным плюсом является то, что коммерческая деятельность регулируется минимально, вот, особенно во фризонах, то есть минимальная отчетность, минимальные требования, которые вы должны исполнять, это безусловный плюс ведения бизнеса. Также Объединенные Арабские Эмираты имеют большое количество соглашений о свободной торговле, защите инвестиций и избежание двойного налогообложения, соответственно, если вы устраиваете холдинговую структуру в Объединенных Арабских Эмиратах, это выгодно сделать, то есть поместить ваш центр, да, вашу головную компанию в Объединенные Арабские Эмираты, то, безусловно, законодательство об избежании двойного налогообложения будет крайне полезно, и в большом количестве стран вы можете успешно вести бизнес, имея головную компанию и центр в Объединенных Арабских Эмиратах. И еще из плюсов стоит отметить, что есть достаточно сложные виды деятельности, да, давайте так назовем, то есть связанные с финансами, то есть даже лицензия, да, там на открытие и предоставление банковских услуг, вот, страховых, определенных инженерных, для того, чтобы войти в этот бизнес, если вы уже занимаетесь в Объединенных Арабских Эмиратах, то получение лицензии на эти виды деятельности по сравнению с, опять же, другими странами, достаточно простая процедура. Можно следующий смет. И что стоит отдельно отметить, это то, что многие наши клиенты, которые уже открыли себе компанию в Объединенных Арабских Эмиратах и ведут бизнес, они всерьез задумываются о том, чтобы также получить статус и налогового резидента как для физического лица. Потому что также, безусловно, если в части компаний, значит, законодательство уже сделало несколько шагов в части ужесточения и, так скажем, приведения в соответствии мировым тенденциям, то в части налогообложения физических лиц по-прежнему крайне выгодные условия в Объединенных Арабских Эмиратах. Что это значит? Значит, если вы получаете прибыль, да, как физическое лицо, то она не подлежит налогообложению, в том числе выплата дивидендов акционерам и участникам. Также есть соглашение об избежания данного налогообложения, если вы где-то еще платите налоги, соответственно, вы второй раз платить их не будете. А если вы являетесь налоговым резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, то вы можете не платить налоги, если будете получать доход в Объединенных Арабских Эмиратах. Если вы станете налоговым резидентом, то в соответствии с действующим законодательством вы получите определенный уровень конфиденциальности, то есть данными о вас не будут обмениваться на межгосударственном уровне по законодательству, связанному с контролем деятельности. Эта информация будет храниться только в Объединенных Арабских Эмиратах. И также на сегодняшний день, как я уже сказал, налоговые резиденты Объединенных Арабских Эмират, о них информация не раскрывается о них и о активах, которые им принадлежат. Напоминаю, я дальше об этом скажу, что законодательство меняется, и во многих странах уже данная информация о собственниках и о их активах, законодательство идет к тому, что данная информация хранится в реестрах и даже иногда раскрывается. Значит, что нужно, чтобы получить статус налогового резидента, гражданину России, по сути, безусловно, нужно иметь право и получить визу, да, ту самую резидентскую. Основанием как раз может быть то, что вы являетесь учредителем компании. Открыть банковский счет, предоставить документы, подтверждающие источник дохода в ОАЭ, соответственно, вам необходимо будет его сформировать, чтобы именно на территории ОАЭ у вас был источник дохода. Потом можно заказать сертификат Tax Advisory, он заказывается в... там можно через банки это делать или в уполномоченном органе, и подается заявление, значит, в службу для оформления этого сертификата. Безусловно, для того, чтобы получить, значит, выгоды от статуса налогового резидента Объема Карабских Эмират, должно пройти определенное время, и вы должны как раз лишиться статуса налогового резидента в России. Для этого нужно 183 дня провести в Объемах Карабских Эмиратах, ну или как минимум за пределами Российской Федерации. Значит, после этого, соответственно, вы можете получить все эти преимущества, будучи гражданином Российской Федерации, но при этом вы будете свои личные налоги, а речь идет исключительно о налоге на доходы. То есть иные налоги, которые у вас могут быть в Российской Федерации, они будут рассчитываться так, как сейчас, но налог на доходы, соответственно, вы можете уже будете иметь возможность платить как налоговый резидент Объема Карабских Эмирата. А если быть точным, то не платить его, потому что его нет в Объемах Карабских Эмиратах. Вот такие преимущества. В целом, по поводу ведения бизнеса, дополнительно, да, и по поводу налогообложения, блок, который обещал. Для того, чтобы понять в целом концепцию, я немного дам больше информации, потому что для многих бизнесменов, которые давно работают на международном рынке, большая часть наших клиентов являются именно такими бизнесменами, то есть в офшорных юрисдикциях, в иностранных юрисдикциях достаточно давно применяется законодательство, которое вырабатывается вот Советом Европы, группой ФАД и группой ОСР. Значит, в чем оно заключается? Там много достаточно целей обозначено, но я давайте вам очень коротко две основные обозначу. Значит, задача такая обеспечить минимальный уровень налога во всех юрисдикциях, чтобы крупным компаниям было невыгодно строить международные холдинговые структуры и пытаться оптимизировать налоги. То есть это, я очень упрощенно сказал, но это в целом такая глобальная цель и идея, поскольку крупные страны озадачились тем, что крупные корпорации, например, американские, они по сути начали оптимизировать свои налоги и выстраивать свои холдинговые компании и налогообложения в офшорных юрисдикциях. Вот. И, в общем-то, страны пришли к пониманию того, что это достаточно искусственная ситуация и нужно ее, так скажем, привести в соответствие. Там, еще раз повторюсь, много инициатив идет и в самих странах идет дополнительные льготы для крупных компаний, крупного бизнеса. И они идут по пути того, чтобы в целом, по сути, не существовало офшорных юрисдикций, везде был определенный уровень минимального налога для того, чтобы не было вот этой вот излишней оптимизации. И второе тренд и глобальная цель этих всех инициатив – это иметь списки и иметь понимание реальных бенефициаров активов для того, чтобы противодействовать незаконной деятельности. В некоторых странах это принимают крайние меры и обсуждаются крайние меры, которые говорят о том, чтобы, в общем-то, список, например, владельцев бизнеса или список активов, он вовсе был публичным. Ну, отчасти в некоторых странах в какой-то части это уже внедрено, но есть такие практики совсем жесткие, передовые. Вот Объединенные Арабские Эмираты пока остаются такой гаванью, но нужно понимать, что рано или поздно мы будем двигаться к тому, что бенефициаров, будут реестры бенефициаров, открытые или закрытые, но, тем не менее, будут составлять. Также, значит, по поводу Объединенных Арабских Эмират. Они, соответственно, как страна, которая, по сути, была офшорной юрисдикцией, безусловно, на их законодательство оказала влияние вот эти инициативы международных групп, и этим юрисдикциям было рекомендовано повысить налогообложение, следовать требованиям по экономическому присутствию, то есть, чтобы компании, которые открываются в Объединенных Арабских Эмиратах и ведут бизнес, используя инфраструктуру, в том числе финансовую, они реально присутствовали, хотя бы их исполнительные органы на территории Объединенных Арабских Эмиратах. При этом мы дальше об этом скажем, что, конечно же, сейчас это все сильно оптимизировано, и в целом современный мир позволяет это требование оптимизировать, но концептуально это так, то есть, по сути, безусловно, ведя бизнес от имени компании из Объединенных Арабских Эмират, предполагается, что учредители и директора компании должны там находиться. Значит, также применяются стандарты обмена налоговой информацией и раскрываются данные о бенефициарах, это больше связано с проблемой, там есть несколько законодательных актов, основное это антимайни-лондеринг законодательства, то есть законодательства по предотвращению, отпынтия денежных средств, полученных преступным путем. Соответственно, именно из этих базовых нормативных актов родилось то, что был введен корпоративный налог, но в какой мере он вводится, то есть речь идет следующее. Значит, он будет введен сначала для всего бизнеса, который работает внутри страны, то есть любая деятельность, связанная с работой Объединенных Арабских Эмиратов и работа при зон, если она связана с получением дохода на территории Объединенных Арабских Эмиратов, они будут облагаться налогом. По-прежнему, если вы будете работать за пределами Объединенных Арабских Эмиратов, то этого корпоративного налога можно избежать, если у вас будет компания во фризоне. Значит, по поводу того, хорошо это или плохо. На самом деле я хочу сказать, что это хорошо, что Объединенные Арабские Эмираты двигаются по пути вот этого общего тренда и не являются офшорной юрисдикцией, потому что, наверное, в классическом смысле офшорных юрисдикций в ближайшее время не останется вовсе, а те, которые сейчас есть, если честно, из практики мы видим, что они практически не могут работать в цивилизованных странах, да даже в Объединенных Арабских Эмиратов. Если вы будете учреждать компанию и в структуре вашей компании будет сложная корпоративная структура, в которой будут присутствовать компании из офшорных юрисдикций или трасты, то, скорее всего, вы не сможете обслуживаться в финансовых организациях, вам просто потом будет закрыт доступ к финансовой инфраструктуре. Компанию, может быть, создать вы сможете, но работать от имени компании не получится. Поэтому вот из того, что я сказал, ключевое – это то, что Объединенные Арабские Эмираты следуют тренду, но, знаете, так, очень медленно следуют тренду и на практике очень многими требованиями, по сути, ну, не то чтобы пренебрегать можно, но иметь разные запасные варианты, как сделать так, чтобы их формально исполнить, но при этом продолжать там, например, находиться не в Объединенных Арабских Эмиратах, вести бизнес из удобного места. Также вот есть две составляющие – это требования, которые закрепляются на уровне законодательства. Мы сейчас о них проговорили, эти требования, они связаны в первую очередь с налогами и прочие требования, которые на уровне законов закрепляются. И есть второй блок, связанный с требованиями, которые предъявляются к компаниям, в первую очередь из финансового сектора, это, безусловно, в первую очередь банки. Соответственно, у них тоже есть определенные блоки требований, которые они должны исполнять, и здесь все те же самые, которые установлены на уровне государства, то есть реальность присутствия они должны проверять, должны проверять источник, значит, происхождение денежных средств. Также они проверяют, кроме законодательства ОСР и ПАД, сейчас, безусловно, это санкционное законодательство особняком стоит, то есть есть, значит, введенные странами, да, основными, то есть Англией, Америкой списки и законодательные акты, накладывающие санкции на определенных лиц и на определенные государства, это сейчас Куба, Северная Корея, Иран, это вот основные страны, которые имеют ограничения в работе. Россия, к счастью, пока в этот список не входит, вот, и будем надеяться, что никогда не будет входить, но отдельные есть компании и лица, на которых наложены санкции из России, и этих лиц финансовые учреждения обязаны выявлять и проверять, чтобы не было с ними связи, потому что в соответствии с законодательством, я думаю, многие слышали из новостей такую, значит, формулировку, как вторичные санкции, то есть они, эти нормативные акты о санкции таким образом сформулированы, что возможно те, кто, значит, взаимодействует с лицами, на которые наложены санкции, в отношении них также могут применяться негативные последствия, которые этим законом установлены. Можно следующий слайд. Значит, коротко основные пункты из того, что я проговорил, и к чему нужно быть готовым в Объединенных Арабских Эмиратах и на самом деле в любой другой иностранной юрисдикции, будь то любая европейская, американская юрисдикция, если вы иностранец и хотите там работать, открывать бизнес, то готовьтесь к следующему, что у вас должна быть понятная корпоративная структура, сложные корпоративные структуры с участием трастов, офшорных юрисдикций, скорее всего, вам откажет в доступе к финансовой системе. Значит, также она должна быть обоснована, почему она именно в таком виде существует, то есть должна быть какая-то логика. Должен быть реальный офис и место проживания на территории Объединенных Арабских Эмират. Там стоит маленькая звездочка, сейчас подробнее расскажу, но концептуально, через призму законодательства, это действительно так, то есть вы должны иметь реальный офис и ваши учредители и директор должны постоянно находиться на территории Объединенных Арабских Эмират. Значит, этот вопрос сейчас решается достаточно просто, он решается одинаково на Кипре, решается так в Объединенных Арабских Эмиратах, соответственно, предоставляют некий виртуальный офис, каворкинг, да, то есть вам дают адрес, но в практике банков уже давно укоренилось то, что они проверяют наличие этого физического офиса реального, и поэтому вот скорее это не просто адрес, а реально какая-то комната или каворкинг, куда может прийти банк и увидеть, что вот у вас есть это место. По поводу проживания, здесь тоже такой момент, что формально банк требует от учредителей и демличного исполнительного органа, чтобы периодически, да, безусловно, они, есть тоже такое в практике банка, когда они назначают личную встречу там раз в полгода, раз в год, вот, и это то, что мы видим на практике. И с точки зрения документов у вас должна быть постоянная регистрация, которая выдается, если вы, соответственно, на долгий срок сняли, арендовали недвижимость или у вас есть своя недвижимость, но данные вопросы также решаются тем, что есть разные сервисы, когда вам, в общем-то, предоставляют документ, да, о долгосрочной аренде, но по факту вы это жилье не снимаете. Значит, по поводу управления счетом, очень большое внимание финансовые организации уделяют, что единоличный исполнительный орган и акционеры должны иметь статус резидентов. И в целом предполагается, что они постоянно находятся на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Вот, как я уже выше сказал, этот, так скажем, это требование в Объединенных Арабских Эмиратах достаточно просто можно нивелировать. И четвертый пункт, пожалуй, самый важный, это документы, подтверждающие происхождение капитала акционеров и менеджеров. Здесь для того, чтобы работать в финансовой системе, не обязательно, чтобы эти источники были сформированы на территории Объединенных Арабских Эмиратов, это больше для налогового резидентства имеет актуальность. Вот, то есть они могут быть у вас сформированы в любой другой стране, например, в России, но документы о том, что они легальные, вы должны предоставить, и проверки делаются достаточно серьезные. То есть, потому что иностранным банкам тяжело проверить реальность предоставленных вами документов, но мы видим, что они имеют достаточно продвинутую систему. Некоторые из них даже сотрудничают системно с определенными компаниями, которые предоставляют информацию и достаточно подробно выясняют источник происхождения ваших денежных средств. Ну и пятое, здесь стоит отметить, это вот принадлежность к лицам, которые находятся под санкциями, и принадлежность к лицам, так называемым, да, публичным, то есть имеющим, значит, статус госслужащих, к ним тоже определенные есть требования ограничения. По поводу в целом работы с финансовой системой мы проговорили, и вот теперь через призму этого всего понимания можно обсудить, собственно, налоговую ставку. НДС, это вот, введение НДС, это был компромисс, то есть раньше не существовало даже НДС, причем до 2018 года. Его ввели в 2018 году как компромисс, чтобы был хоть какой-то налог, и он применяется сейчас только к деятельности, которая ведется на территории Огненных Арабских Эмират. Если вы работаете за пределами, то у вас налога нет. Этот налог планируют повысить. Там достаточно много есть особенностей, тема налогов это отдельная, если вы оставите определенные запросы на наш после проведения вебинара, мы можем сделать отдельный вебинар, вот, потому что тема достаточно сложная, там есть минимальные пороги, ну, я так давайте немного сделаю обзор, то есть если вы, например, зарабатываете до 100 тысяч, примерно до 100 тысяч долларов в год, то у вас тоже нету налога. Это как раз Объединенные Арабские Эмираты отстояли эту возможность для того, чтобы новые бизнесы, стартапы не имели налоговой нагрузки в начале своей деятельности. Ну, 100 тысяч долларов в целом для некоторых бизнесов, особенно средних, малых и средних, это не такая уж маленькая величина, нужно еще дойти до такого уровня, вот, и пока вы будете к нему уйти, вы не будете платить налог вообще, и это остается, и это будет такая привилегия будет и после введения повышенной ставки налога, вот, поэтому по налогам есть смысл подробно делать вебинар, наверное, вот в феврале, после того, как уже будет непосредственно принять закон. По поводу ответственности административной, возможной уголовной ответственности, смотрите, подход такой, мы не станем скрывать, вот, для многих бизнесменов действительно это важно, и с точки зрения ответственности в Объединенных Арабских Эмиратах достаточно четкое законодательство в плане того, что как, ну, требования к ведению бизнеса, вот, и если вы его не нарушаете, вот, то, безусловно, у вас никаких проблем не будет. Если вы его нарушаете, то штрафы достаточно высокие, и это, пожалуй, наверное, основной минус, о котором говорят, вот, но он, наверное, присутствует во всех странах, это возможность ответственности гражданской или даже уголовной в связи с нарушениями, если они превысили там определенные пороги, вот, в связи с деятельностью вас как бизнесмена, да, то есть, в первую очередь, хотелось бы вас дать предостережение, это по поводу наемных сотрудников, работников, то есть, если вы принимаете людей, то там есть определенные требования, например, в части обеспечения их страховкой, вот, и по выплате зарплаты, вот, если вы эти требования исполняете, то, соответственно, никаких сложностей не будет. По поводу налога, вот, приведены несколько примеров штрафов, достаточно высоких. Если вы ввели деятельность, перепутали, да, то есть, на самом деле, это может так получиться, то есть, и получили свой доход от источника, находящегося на территории Объединенных Арабских Эмиратов, тогда вы должны заплатить, значит, НДС. Вот, если вы этого не сделали, то могут быть такие штрафы. Можно следующий слайд. По поводу бенефициаров. Да, коллеги, хотелось бы немножко рассказать про бенефициаров компаний, нужно ли раскрывать информацию о бенефициарных владельцах и в каком объеме. Коллеги, информацию о бенефициарах компаний, так называемых UBO, собственно говоря, как и везде, необходимо раскрывать в любом случае с контрагентами. Для компании в понимании, чтобы было концептуальное UBO, да, это любое физическое лицо, которое владеет или контролирует 25 или более процентами акции или прав голоса, в конечном итоге, владеет или контролируется прямо или косвенно 25 или более акций или прав голоса в бизнесе, имеет право прямо или косвенно назначать и увольнять большинство членов Совета Директоров, имеет право осуществлять или фактически осуществляет значительное влияние и контроль над юридическим но с обществом осуществляет полный контроль над управлением или же контролирует юридическое лицо. Это если говорить о ЮБИО. Коллеги, теперь хотелось бы поговорить о таком блоке, как аренда. Вообще целесообразность аренды офисных и складских помещений для компании. Как сэкономить на аренде помещений. Значит, коллеги, офис для компании нужен в любом случае. Вопрос только заключается в том, будет ли он реальный или будет ли он виртуальный. А это напрямую зависит от непосредственно той лицензии, которую мы вам подбираем, которую вы выбираете, которая открывается, регистрируется ваша компания. К примеру, есть ряд лицензий, где обязательное наличие складского помещения. В основном это сектор медицины. Вот там, да, действительно, там есть необходимость складского помещения. При этом, коллеги, можно подобрать лицензию, которая в том числе позволит вам размещаться, к примеру, на площадках маркетплейсов без всяких складов. Но фактически офис нужен. То есть вопрос просто заключается лишь в том, как его подобрать. Либо это будет open space, либо coworking, либо реальный офис, либо просто подбирается юридический адрес. Но в совокупности все это зависит от того типа лицензий, который вам подбирается, и того вида деятельности, которым вы планируете заниматься. Так, Сергей, корпоративные банковские счета. Да, коллеги, давайте поделимся с вами практическими советами по поводу того, как проще открыть банковские счета для компаний или свои личные. Я вижу там активность в части вопросов. Мы обязательно сейчас закончим основную часть и максимально на вопросы ответим. Я сейчас уточню, у нас сколько по времени, то есть еще полчаса, больше у нас есть времени для того, чтобы все вопросы осветить. Значит, по поводу практики открытия давайте сначала корпоративного счета и возможности управления корпоративным счетом. Значит, как я до этого говорил, банк будет проверять источник денежных средств учредителей, и это, пожалуй, основной блок документов. Соответственно, необходимо будет предоставить подтверждение двух моментов. Ну, даже, вернее, одного основного момента – это то, что у учредителей есть легальный постоянный источник дохода. Он может быть относительно небольшой, но важно, чтобы он был легальный, понятный, прозрачный. Как правило, банк требует предоставить выписку с личного банковского счета за последние шесть месяцев, сплошную выписку, где будут фигурировать поступления вот этого источника дохода. И, соответственно, он будет интересоваться дополнительными документами, связанными с этим источником дохода. Если это заработная плата, то даже вплоть до того, что он попросит договор, значит, трудовой договор. Если это самые идеальные источники – это заработная плата, ну, достаточно высокая, либо поступление от бизнеса, то есть, если вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя или являетесь учредителем какой-то компании, и у вас есть поступление в виде дивидендов, вот, либо поступление за оплату ваших услуг. Вот. Также достаточно прозрачным источником является поступление по договорам аренды. Если у вас есть какая-то недвижимость, вы ее сдаете, получаете регулярный доход. Соотношение. Здесь многие допускают ошибку. В первую очередь банк интересует, что это регулярный и легальный источник. Потом уже, во вторую очередь, их интересует, насколько он высокий, и могли бы ли вы за счет этого источника сформировать необходимый капитал для ведения бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответственно, вот второй вопрос, он менее значимый, и поскольку у вас в предыдущей истории, то есть, за пределами этих шести месяцев могли быть иные поступления денежных средств, то банк, может быть, это проверять не будет, он удостоверится в том, что, в первую очередь, удостоверится в том, что есть постоянный источник дохода, и на этом проверку, как бы, закончат. Вот. Но если вы будете, безусловно, вводить бизнес, да, например, если вы захотите пополнить, да, свой корпоративный счет определенными денежными средствами, то будет отдельная проверка о происхождении источника этих денег. Также, когда вы предоставляете выписку с личного счета, это обязательное требование, желательно, чтобы эта выписка была не из санкционного банка, и чтобы в этой выписке не было ваших счетов в санкционных банках. Потому что бывает, когда вы между своими счетами делаете переводы, у нас был такой кейс, была выписка из не санкционного банка, но человек себе со Сбербанка там перевел какую-то сумму, потому что она у него была на Сбербанке. И пришлось объяснять, что, в общем-то, это разовая акция, и человек не пользуется счетом в Сбербанке, и при своей деятельности в объемах Арабских Эмиратах он не будет использовать свой счет в Сбербанке. Вот. Действительно, такой вот кейс у нас был. Также в выписке стоит избегать разных операций, связанных с наличными денежными средствами. То есть, если у вас есть внесение наличных денежных средств регулярное, это сильно насторожит банк, потому что это как раз является основным маркером проверки доходов, полученных от нелегальной деятельности. Значит, по поводу еще открытия корпоративного счета, наверное, забегаю чуть вперед, отвечая на вопросы. Да, действительно, вот в нашей практике все-таки где-то 2-3 месяца открываются банковские счета, потому что банкиры проверяют источник дохода, они проверяют, не попадают ли лица под санкции, и они проверяют понятность корпоративной структуры, если у вас в структуре учредителей есть юридические лица. Если физические лица, то также идет проверка этих физических лиц, и, наверное, больше всего времени уходит на проверку, давайте, так называемой, может быть, бизнес-модели. То есть, мы рекомендуем для подачи документов в банк, для открытия счета, делать хотя бы минимальный бизнес-план. То есть, это несложный документ. То есть, вообще в целом, какие вы планируете будут поступления выручки на счет вашей компании, и какие примерно расходы вы будете нести. Это может быть одна транзакция в год, вот вы там получаете, например, за какие-то услуги, и вот вы там оплачиваете продление лицензии, и все. Но сам факт наличия этого бизнес-плана сильно ускорит открытие счета, потому что банку нужно будет понять, какие денежные переводы в каком объеме вы будете получать и за что. То есть, это вот минимальный бизнес-план, он должен быть, мы рекомендуем, иначе открытие счета может как раз растянуться на достаточно длительный срок, пока банк не поймет, за что вы будете получать деньги и какую деятельность будет вести ваша компания. По поводу управления счетами онлайн. Значит, счетами онлайн управлять можно. Практически все крупные банки, с которыми мы работаем, их не так много в Объединенных Арабских Эмиратах, они имеют онлайн-банкинг. Единственное, из практики, также вам подсказка, необходимо иметь номер местный, номер сотового оператора. Вот. И для того, чтобы пользоваться онлайн-банком не с территории Объединенных Арабских Эмират, необходимо будет купить сервис VPN для того, чтобы вы определялись для этого сайта, поскольку там есть разные системы безопасности, и они, как правило, пускают в онлайн-банк только если IP-адрес местный. Вот. Поэтому необходимо будет озаботиться этим вопросом, и тогда в целом вы сможете удаленно управлять корпоративным счетом, делать платежи, переводить их и так далее. По поводу... Можно следующий слайд? Я хотел один комментарий дать, коллеги. У нас, как у сертифицированного партнера свободной экономической зоны Рассельхайма, есть уникальная возможность открытия расчетного счета для мелкого бизнеса, для фриланс-бизнеса в диджитал-банке, в ФАП-банк, First Abu Dhabi Bank. И открытие этого счета для категории мелкий бизнес и фриланс занимает всего три дня. Ну, если мы перенесем на ту модель, о которой говорил Сергей, то есть там около двух недель. Конечно, если вы можете отнести себя к мелкому бизнесу, фрилансу, то, пожалуйста, обращайтесь к нам. First Abu Dhabi Bank, мы с удовольствием вам поможем открыть. Это абсолютно диджитал-банк, там встроенный инвойсинг. Единственный важный критерий в вашей компании должен быть один учредитель. Вы можете обратиться к нам, мы вам дадим более подробные рекомендации, консультации, и с удовольствием вам поможем в открытии счета в данном банке. Это банк, ну, примерный аналог Тинькофф-банка, то есть максимально диджитал-банк. Везде можно работать удаленно, с любой точки мира. Это вот в рамках корпоративного счета. Ну, и безусловно, вам нужно будет дать нужный пакет документов быстро. Мы вам скажем, какие для того, чтобы открыть. Еще по поводу личных счетов в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответственно, требования примерно такие же. Вы должны будете подтвердить свой источник дохода. И, пожалуй, самым сложным в личных счетах является подтверждение того, что вы постоянно находитесь и проживаете в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь есть несколько подходов. Базово предполагается, что вы всегда находитесь, большую часть времени находитесь на территории Объединенных Арабских Эмират, и вы должны дать этот документ, подтверждающий то, где вы проживаете. Есть совсем экстремальные сервисы, которые дают исключительно документ. Также есть те, кто дают некий средний вариант. То есть у вас, например, есть право таймшеры определенные. То есть это право снимать недвижимость определенное количество дней в году в определенном месте. И вы получаете к такому праву, к такому договору необходимые документы для открытия личного счета. И также актуальный вопрос по поводу сим-карты и VPN. У вас должны быть эти сервисы для того, чтобы управлять онлайн-банком из другой страны, в частности из России. Личные счета открываются, безусловно, быстрее. То есть в целом за неделю реально открыт банковский счет. Базовое правило, что, конечно, вы должны провести встречу с представителем банка. Я бы данным правилом не злоупотреблял. У нас были такие случаи, когда предоставляли наши партнеры сервис, когда можно это сделать удаленно. Но потом, при дополнительной проверке банка, данные счета блокировались. То есть это все-таки некий, так скажем, обход правил банка. То есть личная встреча для открытия личного счета, она базово необходима. Но возможны варианты. Также, если у кого-то будет необходимость, то обращайтесь к нам. Мы предоставим информацию по поводу открытия личных счетов. Коллеги, логистика в Объединенных Арабских Эмиратах и вообще как можно сэкономить на транспортировке грузов, как завозить эти грузы в Россию. В Объединенных Арабских Эмиратах насчитывается 15 морских портов, которые суммарно в год обрабатывают около 30 миллионов тонн грузов. Если у вас отсутствует необходимость перегрузки товара непосредственно в Объединенных Арабских Эмиратах, можно воспользоваться услугой country for origin, то есть смена страны происхождения. Условно говоря, если вы, к примеру, груз из Европы напрямую едет в Россию, минуя Объединенные Арабские Эмираты, в документах этого груза отображается, что страна происхождения груза – Объединенные Арабские Эмираты. Следовательно, можно абсолютно спокойно ввозить в Россию грузы через компанию, зарегистрированную в Объединенные Арабские Эмираты. Такие алгоритмы есть, и они на практике достаточно успешно реализуются. Важный вопрос юридический, исключительно юридический, который нам задают очень подробно юристы клиентов. Это по поводу применимого права по разным вопросам. Ну и в первую очередь давайте мы рассмотрим вопрос применимого права в вопросе деятельности компании. То есть, вот вы зарегистрировали компанию, и какие нормативные акты, собственно, применяются к тому, чтобы урегулировать отношения в корпоративном управлении между учредителями, между акционерами. Базово в Объединенных Арабских Эмиратах система общего права – это шариат. У них есть также аналоги общих законов, условно федеральных законов. И те законы, которые относятся к бизнесу, они достаточно сделаны современно. Как раз используются модельные законы, которые утверждены международными организациями. То есть, в части ведения бизнеса вы не столкнетесь с какими-то необычными особенностями. То есть, там закон о компании, закон об НДС – это два основных закона, которые применяются к бизнесменам. Вот. И ряд других законов. Они сделаны понятно и, в общем-то, легко читаются. Если вы вели бизнес в России или где-то в Европе, то вам эти законы будут понятны. Значит, что касается возможного применения и, значит, другого законодательства. То есть, базово к компаниям в Объединенных Арабских Эмиратах применяются наборы этих законов. В части бизнеса они достаточно продвинутые. Также, безусловно, ко всем применяется правовая система, то есть шариат. И есть в отдельных фризонах, если ваша компания учреждена во фризоне, внутреннее регулирование этой фризоны. И в некоторых фризонах это внутреннее регулирование позволяет применять английское право. Это, безусловно, является преимуществом, особенно для международных бизнесменов. И, соответственно, вы можете подчинить вопросы, связанные с управлением компании и ведение бизнеса в части, не противоречащие основным законам, связанным с налогообложением. Вы можете их подчинить английскому праву. Это хороший инструмент, который добавляет определенной уверенности тем, кто имеет опыт работы с английским правом и может выстроить свою систему управления компанией на базе этого законодательства. Также существуют арбитражные центры, что, собственно, логично и должно следовать в паре с английским правом. Арбитражные центры, которым вы можете подчинить и передать на рассмотрение возможные споры, связанные с теми договорами, которые вы сделали по английскому праву. И, соответственно, устав, акционерное соглашение и какие-то другие соглашения, вы можете их подчинить английскому праву и указать в качестве места разрешения споров такой вот арбитраж на территории Объединенных Арабских Эмират, который будет рассматривать этот спор по английскому праву. Арбитры в этих арбитражных центрах, как правило, приглашаются из, в первую очередь, из Англии, из других юрисдикций, где применяется английское право. Есть местные арбитры, но они также имеют образование и опыт именно в рассмотрении дел по английскому праву. Что касается применения другого местного законодательства, здесь, безусловно, есть определенный риск. Речь идет о том, что вам, конечно же, необходимо изучить общие какие-то нормы, которые действуют, безусловно, те, которые связаны, в первую очередь, с возможным уголовным наказанием. Вот. И достаточно это несложно организовать, чтобы не нарушать эти нормы, потому что, если вы их нарушите, то, конечно же, вы можете быть подвергнуты уголовному наказанию и будет применяться право шариата. В части ведения бизнесом есть такое, может быть, нехорошие кейсы, когда бизнесмены, вот, в частности, за некое мошенничество привлекаются к уголовной ответственности. Но я вам хочу сказать, что это все-таки исключение. То есть, если вы обращаете внимание и выстраиваете свою деятельность достаточно современно и, что называется, правильно, то вы вряд ли сможете нарушить такой закон, чтобы попасть под эту ответственность. Вот. Если же вы рискуете и где-то и с контрагентами, и со своими сотрудниками проходите по красным линиям, то, безусловно, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. И это, то есть, если вы ведете такой рискованный бизнес, то Объединенные Арабские Эмираты в этой части, конечно, не лучшее место. Если вас привлекут к уголовной ответственности, то, в общем-то, нужно будет, то есть, правая система шариат, она уже действительно отличается и будет рассматривать местный суд, который будет, так скажем, руководствоваться этими правовыми нормами. И в понимании бизнесменов из России, из Европы, они, ну, отличаются от представления того, как рассматриваются эти похожие дела в странах европейских. Значит, соответственно, по разрешению споров мы обозначили, можно следующий слайд. По поводу заключения корпоративного договора, хотелось бы обратить большое внимание на этот вопрос. Значит, система корпоративного управления, да, в основном регулируется уставом. Многие вообще не обращают внимания на то, что написано в уставе и как эта система выстроена. Вот, многие обращают и пытаются ввести какие-то дополнительные инструменты, правила понятные, да, для того, чтобы между участниками, акционерами были четкие нормы, определяющие взаимодействие управления компанией. Но из нашей практики видно, что в связи с тем, что есть определенное наличие императивных норм, в том числе в объединенных Арабских Эмиратов, не все вопросы можно отрегулировать в уставе. И корпоративный договор между участниками, акционерами является, на мой взгляд, обязательным инструментом для любого бизнеса. Даже самого маленького, среднего, тем более уже большого бизнеса, между основными участниками, безусловно, должен быть корпоративный договор. И какие блоки минимально мы рекомендуем включать? По сути, это вот простейших три блока. Это то, как партнеры входят в бизнес, вот, либо если они создают новую компанию, или как присоединяются новые партнеры к бизнесу, да. То, как происходит, собственно, управление этим бизнесом. И третий блок, самый важный, про который все всегда забывают, это блок, как партнеры выходят из бизнеса или прекращают этот бизнес, если они, значит, не хотят его дальше продолжать вести вместе. Вот я, пожалуй, наверное, сфокусируюсь на третьем блоке, потому что в том, что происходит последние полгода в мире, как раз на примере наших клиентов очень наглядно показывает, что необходимо иметь вот этот вот цивилизованный путь выхода из бизнеса партнеров, потому что могут случиться такие обстоятельства и вещи, которые при создании бизнеса, ну, ни в какую себе нельзя было представить. То есть глобальные политические какие-то вопросы, войны, бывают какие-то внутренние вопросы. То есть бывает, что в семье у одного из партнеров что-то случается, и он начинает смотреть совсем по-другому на мир, на бизнес. Вот, поэтому этим блоком нельзя пренебрегать. Многие переживают, что если есть такой блок, то бизнес может развалиться. Бизнес может развалиться раньше времени, кто-то захочет воспользоваться. Но поверьте, это заблуждение, то есть понятный выход из бизнеса, он прописанный в корпоративном договоре, он наоборот создает абсолютно управляемую уверенность в том, значит, что будет, если партнеры не смогут вести бизнес дальше. В нашей компании достаточно большой опыт подготовки подобных документов и по российскому праву. После реформы гражданского права в 2014-2015 годах были добавлены нормы, которые позволяют нам достаточно эффективно создавать корпоративные договоры по российскому праву. Также у нас есть опыт составления корпоративных договоров по английскому праву, и настоятельно вам рекомендуем задуматься с бизнесом любого уровня. Если у вас больше, чем один партнер, или у вас один партнер, но вы хотите привлечь каких-то партнеров, корпоративный договор должен быть. Он сделает ваш бизнес более стабильным, предсказуемым для вас, для ваших партнеров. Это действительно важный инструмент. И, наверное, сейчас как раз есть смысл сказать по поводу акции и перейти к вопросам. Значит, по поводу акции. Смотрите, две недели, то есть до середины декабря, всего лишь за 250 долларов, это услуги по созданию компании, можно будет создать компанию, при этом мы подберем для вас самые выгодные условия по оплате лицензии и по оплате прочих платежей. В целом сейчас минимальный уровень может быть в районе 18 тысяч дирхам. Можете перевести, это небольшая сумма, плюс-минус, соответственно, за эту сумму вы можете получить возможность создать компанию с одним учредителем, и этот учредитель будет иметь право получить визу на срок до трех лет. На компанию с двумя учредителями немного дороже, в районе 20 тысяч дирхам. Соответственно, поверьте, на рынке вы не найдете более выгодных предложений. Если найдете, то сильно насторожитесь, потому что дешевле быть не может. Это нужно будет вам особенно внимательно проверить лицо, которому вы будете переводить деньги за создание такой компании. В нашем случае, как мы еще раз сказали, мы являемся сертифицированными партнерами нескольких призов. И создание компании, и перед созданием компании тот сервис, который мы вам дадим, он будет существенно отличаться от того, что вы можете получить сейчас на рынке в Объединенных Арабских Эмиратах, потому что он, как правило, представлен не юридическими фирмами. Я вам предлагаю простой тест провести. Вы можете при сравнении альтернативных предложений с нашим спрашивать у наших коллег, будет ли в вашем уставе вашей компании преимущественное право. Если увидите круглые глаза, бегите оттуда. Это значит, что вам продают ту самую сим-карту в переходе, не зная вообще, на вас она оформлена, какой у нее тариф, будет она работать или нет. Я сейчас немного аутерирую, но тем не менее, есть определенный минимальный набор инструментов корпоративного управления, и при создании компании консультант должен вам задать эти вопросы. Будет ли только единоличный исполнительный орган, или будет еще орган управления в виде совета директоров, будет ли преимущественное право, если несколько учредителей, ну и ряд других вопросов, которые, безусловно, важны для создания компании. Мы даем анкету, у нас клиенты ее заполняют, и, соответственно, эти вопросы мы решаем достаточно быстро, консультируем, объясняем, какие могут быть нюансы, вот, и помогаем быстро, эффективно, надежную компанию создать в объединенных арабских имбиратах и начать вести бизнес. Я надеюсь, мы все вопросы из программы осветили. Как я вначале сказал, у нас больше, у нас был такой общий блок информации, были какие-то практически точные советы, которые помогут вам на практике. Давайте перейдем к вопросам, которые есть в чате. Возможно, коллеги, у нас, в целом, по регламенту, думаю, что мы где-то минут пять... В любом случае, коллеги, мы всем ответим, даже если сейчас в рамках вебинара не успеем кому-то ответить на ваши вопросы. Конечно. Значит, Светлана, я буду идти по вопросам, которые отвечают с самого начала. Значит, можно ли иметь несколько лицензий? Смотрите, Светлана, это существенное отличие объединенных арабских имбират от, например, России или других юрисдикций. Значит, нет, вы можете иметь только одну лицензию, и более того, в этой лицензии может быть только один вид деятельности. Это применимо компаниям с Майнлендом. Если мы говорим о некоторых фризонах, они позволяют добавить несколько видов деятельности в вашу лицензию. Но для того, чтобы вы смогли адекватно вести бизнес, вам нужно будет все-таки объяснить логику добавления нескольких видов деятельности. А вообще, в целом, коллеги, не все так просто, как всегда. Поэтому вам нужны, в общем-то, партнеры в объединенных арабских имбират, которые вам смогут все нюансы объяснить. Давайте я вам так скажу, что налога, получается, в объединенных арабских имбиратах нету, да? Он 0%. Но лицензии нужно продлевать каждый год. По сути, это и есть скрытый налог. То есть вы ежегодно продлеваете. У нас также с нашими партнерами есть акции, когда вы можете приобрести лицензию сразу на 3 года. Со скидкой это будет выгодно. Но лицензию на компанию, она оплачивается, вы ее можете вперед оплатить, но, по сути, цена, которую устанавливает призона или область какая-то, да, она исходит из годовых. То есть устанавливаются годовые цены, то есть стоимость лицензии на год. Так, на 2 года ВНЖ выдают. Может быть, здесь Анна имела в виду ВНЖ родственников, но если мы говорим, я в основном рассказывал по поводу вида на жительство учредителя компании, да, или там директора компании. Нет, учредителю компании или директору компании вид на жительство выдают на срок до 3 лет. Да, все верно. Вид на жительство директору компании. Да, директор компании, если он не является учредителем, может получить вид на жительство. Также сотрудники компании, официально оформленные с трудовым договором, также могут получать вид на жительство. Там разные условия, это тоже тема отдельного вебинара, но базово, безусловно, наемные работники компании, если они граждане Российской Федерации, это тоже является основанием для получения вида на жительство. Затраты на получение ВНЖ. Ну, там есть, давайте я точных сумм сказать не смогу, если будет прям отдельный запрос, то мы напишем. Но в целом там есть оплата за само право получать ВНЖ, есть затраты, связанные с прохождением определенных тестов медицинских, вот, и есть затраты с оплатой госпошлин для того, чтобы эту визу там изготовили, вклеили, вот, то есть вот из трех этих, из набора, из трех этих составляющих складывается цена на получение визы. Так, вопрос от Ирины, интересный по налогообложению. Такой, знаете, вопрос не набегу, давайте мы его оставим, и Ирина, напишите, пожалуйста, нам на почту, вот, мы попробуем на этот вопрос ответить, ну, по сути, здесь очень много просто нужно исходных данных выявить, вот, ну, а если говорить с точки зрения профессиональной консультации, то нужно разобраться, действительно ли вы, например, являетесь налоговым резидентом ОАЭ, и не являетесь налоговым резидентом Российской Федерации. Как правило, мы сталкиваемся, мы как профессионалы проверяемся на основе документов, клиентам верим, но все проверяем, потому что многие думают, что они резиденты налоговой ОАЭ, а на самом деле они еще пока резиденты налоговой России, и, в общем-то, получается все не так, как они думают. Вы знаете, в целом вопросов с арендой и проблем с арендой, вот, те, кто клиенты последние наши открывали, не было, но действительно есть определенный сейчас ажиотаж, и, так скажем, выбора большого офиса в ВИПСе, может быть, не всегда есть. Но, да, но это такой процесс, знаете, текущий, то есть кто-то уходит, какие-то офисы освобождаются, поэтому, в целом, возможность подобрать для вас что-то есть, поэтому, Ирина, пожалуйста, напишите. Мы, вы все, то есть у нас там есть человек, и он непосредственно сможет вам онлайн дать ответ, какие сейчас офисы есть в наличии. Насколько сложно ликвидировать компанию? Вы знаете, Павел задал такой вопрос, насколько сложно ликвидировать компанию. Сложнее, чем открыть. Вам нужно будет подготовить отчетность, ее нужно будет проверить органу, вот, что, ну, как вот при ликвидации, да, что у вас нет никаких требований, вам нужно будет заплатить ряд пошлин и срок от 45 дней, то есть не меньше, там, вот, на все эти процедуры, то есть достаточно большой срок для ликвидации. Точно намного больше, чем для создания компании. По поводу аудита Ирина задает вопрос. Значит, смотрите, сейчас во фризонах аудит необязательный, но мы его, тем не менее, рекомендуем проводить, потому что ваши контрагенты, если вы работаете на достаточно высоком уровне, да даже банки, в целом могут интересоваться вашей отчетностью, и они будут больше полагаться на отчетность, в отношении которой был проведен аудит. В Мейнленде, в зависимости тоже от какой зоны, какая лицензия, но в целом вы должны, значит, ввести отчетность и делать аудит этой отчетности. По поводу стоимости, Ирина, пожалуйста, напишите, у нас есть, соответственно, предложение, наши клиенты используются у нас этими услугами по уголковскому обслуживанию и по аудиту. Мы вам вышли. Ирина, у нас активный участник. Да, Ирина, много вопроса задает. Отлично, это отлично. Значит, отличия в требованиях при открытии банковского счета компании в Мейнленде и во фризонах. Вы знаете, интересный вопрос. Просто существовала проблема несколько лет назад, связанная с тем, что мы начали создавать фризоны без должного регулирования, и банки, в общем-то, вообще в целом, да, очень скептически относились к фризонам и к открытию счета во фризоне. Если мы вам подобрали фризону и сделали вам компанию, у вас не будет проблем с открытием банковского счета, имея компанию во фризоне. То есть, если все сделано правильно, то разницы нет. Компания, банковский счет. Да, компанию реально открыть за неделю, можно даже еще быстрее в целом. Вот. Банковский счет от 4 месяцев, но я уже говорил, на нашей практике сейчас 2-3 месяца это занимает. Может быть, то есть, те, кто открыл счет, они, соответственно, занялись этим летом. Вот. Сейчас, может быть, срок может увеличиться, но это зависит от ваших документов, которые вы предоставляете. Кстати, если мы сразу даем нужный комплект документов, вот, с нужными пояснениями, то, соответственно, счет будет открыт быстрее. Если же банку нужно дополнительные документы давать, то каждая итерация примерно месяц. То есть, банк очень медленно работает. Действительно, если сразу пакет не прошел, они что-то дозапросили, то следующего ответа стоит ждать примерно через месяц. Да, мы стараемся максимально нашим клиентам давать всю информацию, исчерпывающую для максимального, успешного и быстрого прохождения комплайенса банка, чтобы у банка осталось минимум вопросов к нашим клиентам. Ну вот, по поводу длительности, сложности, все зависит от компании, вида деятельности и документов, представленных. Если все понятно, прозрачно и понятна бизнес-модель, и, как вот Эдуард сказал, есть особенные, да, у нас предложения, когда один учредитель с понятной бизнес-моделью, понятных, там, вот, небольших услуг, то счет может быть быстро. Да, в том числе, да, за три дня, но надо понимать, проанализировав. Количество виз на сотрудников. Ирина, опять хороший вопрос от Ирины. На самом деле, по поводу виз на сотрудников, это зависит от того, где вы зарегистрировали компанию, разные фризоны дают разное количество виз для сотрудников, вот. Вот, то есть, ну, может варьироваться сильно, но во фризонах, что стоит сказать, что есть вот специальные акции, когда они к компании дают достаточно большой пакет и возможность перевести большое количество сотрудников. Вот, если вы напишите, чем вы занимаетесь, то мы сможем понять, какая фризона подойдет и точнее сказать, какой пакет может быть по сотрудникам. Алексей пишет по поводу налогового законодательства. Хорошо, Алексей, мы сделаем эту отметку, но, как я сказал, есть смысл об этом говорить, уже когда будет принят закон, соответственно, где-то в феврале. Так, запрашивает банк Ирина, задает вопрос, документы об обязательствах физических лиц. Вы знаете, так, чтобы он намеренно запрашивал обязательства, мы с этим не сталкивались, но когда вы даете выписку, то есть он точно запрашивает выписку с вашего личного счета за последние шесть месяцев, и если там он увидит какие-то операции, связанные, например, с погашением кредита или о ваших других обязательствах, то с высокой долей вероятности он запросит дополнительную информацию по вот этим транзакциям, связанным с обязательствами. Мелкий бизнес считается до 100 тысяч долларов. Альберт задает вопрос, будут ли проблемы с закупкой санкционных товаров, если учредителем будет гражданин России. Альберт, проблем не будет. Наши многие клиенты именно для закупки товаров санкционных и создают компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответственно, по сути, договор будет с компанией из Арабских Эмиратов, и поэтому те, кто в силу санкций не продает их российским юридическим лицам, компании из Объединенных Арабских Эмиратов, это можно решить через эту компанию. Другое дело, что нужно более, безусловно, глубоко изучить, кто является продавцом этих товаров, и там, знаете, бывает сложность, что речь идет не только о юридических ограничениях, но и о неких политических. То есть есть компании, которые просто действительно в силу своих каких-то принципиальных убеждений больше не работают с компаниями, где есть какой-то российский след. И при этом, соответственно, если у них есть такие убеждения, то тогда это сложнее, но и это тоже можно решить. На самом деле, если сделать, учредить компанию, понимая это, то тогда российский след в компании из Объединенных Арабских Эмират, они не увидят просто. Личный счет открывается только на резидента. Нет, Ирина, там есть несколько видов, то есть можно открыть счет, будучи резидентом и будучи нерезидентом. Безусловно, на резидента, если вы откроете счет, то там будет больше возможностей и проще открыть счет на резидента, то есть уже имея визу. На счет на нерезидента сложнее открыть, там больше требований. Алексей, по поводу специальных налоговых режимов. Алексей, есть специальные налоговые режимы, даже для целых отраслей. Нужно понять точнее ваш вопрос, можете написать нам на почту. В целом, в ООЭ много разных специальных налоговых льгот и режимов. Так, коллеги, я смотрю сейчас, сколько у нас еще вопросов. Давайте еще три минуты. Если на какие-то мы не успеем ответить, пожалуйста, напишите нам. Давайте я поставлю, наверное, квоту на вопросы от Ирины. Ирина, при всем уважении, давайте мы вопросы от других коллег посмотрим, но с удовольствием на ваши вопросы мы тоже ответим. Пожалуйста, напишите нам на почту, если вдруг мы на что-то не успели ответить. Так, об обязательствах вы спрашивали, личный счет. Арина Сергеевна, по поводу смены страны происхождения товара без завоза в ООЭ. Это возможно? Как работает? Это работает достаточно просто, по сути, это услуга. То есть, там разные компании предоставляют, да, связанные с перевозками. То есть, Country of Origin, Certificate, то есть, они могут подготовить на груз, на ваш груз, который уже, например, где-то в пути из Европы в Россию, или наоборот, но в процессе они оформят документы, что странное происхождение будет там не Россия или не Европа. Так, Татьяна, по поводу корпоративного договора, мне нравится этот вопрос, я даже на него выделю дополнительную квоту. Отличный вопрос, Татьяна. Корпоративный договор может быть не только между участниками и акционерами, он может быть также с третьими лицами, которые имеют законные интересы в деятельности компании. Это могут быть кредиторы, это могут быть любые другие лица, которые имеют интерес в деятельности компании. Вот. И это ничем не ограничено. То есть, даже в нашей практике, даже иногда в корпоративный договор, частью корпоративного договора являются консультанты. Вот. Такое тоже возможно. И причем это работает и если корпоративный договор отрегулирован российским правом, или если корпоративный договор отрегулирован, например, английским правом. То есть, можно это делать в обоих правовых системах. Да. А на акция с учетом получения ВНЖ. То есть, те цены, которые я обозначил, к компании идет право на получение ВНЖ. Единственное, что вы там дополнительно оплачиваете, это прохождение медицинских анализов. Вот. И изготовление этой пластиковой карты Emirates ID. Вот. Остальное уже включено в те цены, которые я обозначал. Еще раз напомню, для одного учредителя порядка 17 тысяч дирхам, для двух учредителей порядка 20 тысяч дирхам. За такую сумму можно будет создать компанию и получить вид на жительство. Я думаю, наверное... Давай еще по поводу банского счета. Три вопроса еще. Значит, счет. Компания без банковских счетов. Ну, Денис, вообще в целом попробуйте немножечко снять это убеждение, что компания без банковского счета не имеет смысла. Имеет. У нас есть клиенты, которые работают без банковских счетов. В Объединенных Равских Эмиратах, как я вам говорил, достаточно свободное регулирование коммерческой деятельности. И вы можете для своей компании получать оплату по криптокошелькам, наличные счета и просто наличными. И там есть ряд еще способов, как можно работать, реально не имея банковского счета. Это действительно так. Могут за вас получать оплату партнеры. И это будет считаться, что ваша компания получила. То есть вариантов множество. Да, и эти алгоритмы достаточно успешно работают. Так, хороший вопрос от Ирины. Снова мы на него ответим. Да, Ирина, в 18 тысяч Дирхам будет входить регистрация компании с одним учредителем, с правом ВНЖ и открытием счета, если вы предоставляете нужный пакет документов. Да, все госплатежи и все сборы не сверху. Это все входит в 18 тысяч Дирхам. Поэтому это супер выгодное предложение. Это для одного учредителя. Будет запись вебинара. Да, там будет запись вебинара. Анна, да, некоторые Mainland, не все, но некоторые добавляют до четырех смежных видов деятельности. Но там есть ограничения, там есть у них коммерческая, индустриальная и торговая, промышленная виды лицензий. И в Mainland, скорее всего, в тех, которые мы видели, там можно смежные категории добавлять только из определенного вида. Во Фризоне можно из разных видов добавлять. Илья, по поводу вопросов по обслуживанию, напишите, пожалуйста, нам на почту. Мы просто вышлим цены, которые сейчас актуальны для ведения уголковского учета. Коллеги, мы вопросы из чата... Сейчас давайте еще буквально, может быть, один вопрос. Давайте последний один вопрос, самый интересный. Остальные просьба прислать на почту, и мы тогда на них ответим. Денис, хороший вопрос задал. Можно ли открыть компанию, получить резидентство, а банковский счет на учредителя, а банковский счет на компанию не открывать? Да, Денис, вы можете очень быстро открыть компанию, очень быстро получить визу и вид на жительство, и не открывать счет в банке. Вот. И при этом открыть счет на учредителя, на физическое лицо. И, как я выше сказал, счет в банке для компаний в объединенных... в реалиях бизнеса Объединенных Арабских Эмират это не панацея, а можно вести деятельность, не имея счета. Вот. Ну что, спасибо. Коллеги, если вам понравилось, поставьте плюсики. Мы надеемся, что сегодняшний вебинар был для вас полезным, конструктивным и информативным. На те вопросы, на которые мы не ответили, мы на них обязательно ответим. Пишите нам на почту, записывайтесь на наши профильные, точечные какие-то консультации. Наши эксперты с удовольствием вас проконсультируют. И мы будем рады сотрудничеству с вами, будем рады долгосрочному сотрудничеству. Мы работаем не только в процедуре регистрации компании, получения ВНЖ, открытия счета, а также работаем с сопровождением компании. С юридическим, правовым, налоговым, бухгалтерским сопровождением ежегодно и компанию наших клиентов никогда не бросаем и не отпускаем. И всегда советуем и рекомендуем, как лучше, что лучше, где лучше сэкономить, где лучше соптимизировать. Для нас это очень важно, потому что клиента наше все. Вот. Сергей, плюсики. Плюсики. Плюсики, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги, мы рады, что мы были сегодня вам полезны. Всем хорошей недели, продуктивной, хорошего настроения и оставшейся. И ждем вас в числе клиентов Акционерного общества, Институт корпоративных технологий. Спасибо. 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 Продолжение следует...